Творческое объединение 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 Сумел снять концепт вечеринки? То, что звучит какая-то информация про какие-то музыкальные коллективы, непонятно, с чего звучат какие-то ролики рекламные. Ты о чем сейчас? Вот я говорю о том, что сейчас происходит. А, я просто знал, что знаю, что это кино будет, в котором сняли, собственно, это кино. Кино-то это понятно. Хороших людей. А то, что тут как бы такое препати еще нам устроит, ты об этом догадывался? Вообще нет, первый раз только от тебя очень слышат. Вот. Ну ладно, все. Наконец-то дворцы объединились за одним столиком. И вот еще подошел басист, с которым мы сейчас, наверное, тоже поговорим. Ну что, Олег, только что мы разговаривали с одним из актеров, снявшимся в фильме, а вот ты второй из актеров, бывшийся нам на пути. Ты специально в бар снимаешь актеров? Я сейчас просто хотел брать пиво, но пока еще не успел это сделать. Чем сейчас занимаешься? Как кинокарьера развиваешься? Кинокарьера замечательная. Последний фильм был арсфонтрирован, был просто замечательный. А планы какие, соответственно? Планы, взять побольше плана и улететь куда-нибудь отдыхать. Ну, это, скорее всего, вырежет. Мы сразу теряем интерес к этому палевному персонажу и продолжаем снимать непосредственно. Кого? Правильно. Ты что делаешь, а я с кем? Да, предложение, как он поступает, какие-то... И еще один актер, снявшийся в фильме, признаться которого сейчас нас еще всех ожидают. Два. И еще фисташки и чипсы. Вы, конечно, можете его не узнать, даже те, кто этот фильм уже посмотрел. Потому что человек снимался в маске. А в каком из эпизодов, я думаю, что вы уже догадались. Ну что, Сергей, чем сейчас занимаетесь? Как кинокарьеры развиваются? Каковы планы на ближайшее будущее? Несколько приложений телекомпаний с Голливуда. Но я отказываюсь. На роль, наверное, Пушкина, да? Вот сейчас вы очень сильно напоминаете. Но я отказываюсь, потому что предпочитаю сниматься в малобюджетных все-таки фильмах. Как вот тот фильм, который сейчас снимается в данной роли. Да, например, как такой. Ну что ж, прекрасно выучили свою роль. Мы еще к вам подойдем, не сомневайтесь в этом. А пока андеграунд муви To Be Continued. Ну и, конечно же, режиссер, не очень хорошая, конечно, подсветка выбрана. Может быть, стоит тебя посадить здоровыми все в каратэ. Вот самый Андрей Чернецов. Где золотухи? Ну а что же, после этого первого опыта вы решили не продолжать... Что ж? Ну ладно, вопрос отпадает. Больше кроликов не будете, видите, вы мучаете. Извините, пожалуйста. После первого опыта он все завязал с этими кроликами. Все, теперь не будет. Все, теперь будет... Теперь будет что? Ну вот это вот Александр Зебра тоже снялся в одном из эпизодов. Гениальнейший эпизодов. И вообще актер эпизода не считает. Это, видите, огромные жопы. Это для самого гения. Огромные жопы гения. Это одна вот. Это называют биологами. Это вторая. И вот, наконец, третья шутба. После первого опыта, вот видите, что произошло. После первого же опыта мы все играть умеем, конечно же. Но они все этим пользуются умело. А вот замечательная какая-то девушка рыжая, при этом симпатичная. Ну ладно. Не очень фотогеничная, правда. Немного, да? Ну, этим многие берешат. Ну, это, естественно, наши музыканты. Я после некоторых вариантов понял, что ничего я не понял. Так, затишье, видимо, предвещает начало главного, собственно, действа. Творческой встречи. Видимо, это будет уже после. Где золотухин, а? Вот поищем. Кстати, вот он. Возможно, он скрывается. Золотухин сейчас выбирает. Регазировку, кстати, вот он. Дайте, вот он, вот, выбирает. Регазировку. Какую бы сойти, регазировку. Сейчас он ее возьмет. А вот золотухин, с вами на груди. Это и есть золотухин. Это он. Твоя. Хотел тебе позвонить, потому что мне хан, типа, говорил, что, мол, ему нужна запись с этого самого. Если не формат. Я делаю его каждое утро. Включаю вот эту песню и выхожу на улицу. Именно эту песню. А что за песня? Wake Up. Дима Армстронга. Wake Up. То есть именно просыпайся, вставай. Пора на работу. Хуярить. Вот я несколько изменил настройки. И тут появилась Марина. Пу! Она в фильме не снималась, но я думаю, что еще снимется. Тем более, что она согласна. Правда, Марина? Правда, Паша. Что-то странное творится, блин. Не коммерческая домашняя порно, между прочим. Представляете? Я видел порнофильм, снятый рязанскими какими-то студентами, наверное. Не знаю. Кино-студентами. Кино-студентами. Какими-то студентами. Кино-студентами. Якобы радиоакадемия. Но это как-то очень неэстетично. Мы будем снимать эстетично. Будем красиво. Как ты себе это представляешь? Будем красиво. Девушка. Будем девушку брать, в которой ямочки вот здесь вот. И что делать? Бородка. Усики. Чтоб хорошенькая девушка была. И затем что? Главное, что это дистрибуция. Ты же понимаешь. Ну вот снимем мы. И что дальше? Ты представляешь всю эту цепочку реализации продуктов? Вообще тяжело. Говорят, в Калининграде убили за это двух этих самых профессоров. Снимали тоже. Вот дома была студия. Снимали тоже молодых студенток. Снимали на видео камеру. Так. Вот. На видеокассету. Убили бандиты. Ну, надеюсь, мы договоримся. Сначала договоримся. Сначала договоримся. А потом начнем снимать. Иначе просто обратный процесс как бы. Он противоестественен. Ну, а чем тебя это вообще привлечает? Потому что это большие прибыли или что это? Или тебе самому нравится вот это? Потому что это огромные прибыли. Это не противоречит твоим моральным там устоям. Это очень мне нравится. И не противоречит твоим моральным устоям. Ну, спасибо. А ну-ка улыбнись, а ну-ка посмотрим на твои ямочки. В таком освещении... А, вот, кажется, что ты есть. Ладно, не будем отвлекать. Ну, давай еще что-нибудь говори. Если уж ты просил тебя поснимать на камеру... Парень, ты что-нибудь, может быть, хочешь выпить или что-нибудь? Нет, пожалуйста. Я вчера просто очень сильно напилась. Олег, а ты сможешь организовать завтра с баней? Нет шоколада. А с девками? Ну, не знаю, там посмотрим. Там же завтра праздник всенародный. Да, в общем, праздник всенародный. Ну, почему ты не можешь в течение двух месяцев, с начала года, можно сказать, нам организовать баню? А, Олег? Почему? Может быть, потому что я не могу? Что ты не можешь, Олег? Организовать баню в течение двух месяцев. По этой причине ты никак не можешь сводить парней в баню, да? А два – это значит Виктор и победа. Так. Что там происходит у нас? А где Ром? Не знаю. Ну, а сейчас-то в озеро приехал, интересно. Я бы там заговорился. Ну что же, довольно людно нужно отметить. Очень. Фактически аншлаг. Все места, в которых только этих не заняты. Это есть интеллектуальное шоу Рязани. Сейчас тут выйдет Говорухя. Сейчас тут такой начнется. Златухин. Златухин? Заварухин. А я еще сказал. А ты говоришь Златухин. Затухин. Заварухин. Завитухин. Сейчас тут Завитухин выйдет, такой начнется вообще. Все начнут книгу читать, а один фильм смотреть. А как? А какой я задушечка? Знакомые люди, так что долго разговаривать не буду. Сегодня вы видите фильм про хороших людей. По одноименной сказке Дмитрия Кайдука, который читал свои замечательные тексты вот в этом клубе некоторое время назад. Фильм был снят шесть лет назад, в 2000 году. Смонтирован только прошлым летом. Так что сегодня такая крупная презентация, хотя, может быть, кто-то его уже где-то видел. Организал это все мероприятие Константин Демитов небезызвестный. И вообще с этого фильма началась творческая лаборатория «Костин дом». То есть сначала мы встретились, сняли кино, а потом возникла творческая лаборатория и сам вот этот бренд уже известный «Костин дом». «Костин» перед всеми сказал извиниться мне за него, как всегда. Он не смог сегодня приехать по техническим причинам, передавал всем большой привет. Ну вот пока, в общем-то, все. Сейчас мы посмотрим фильм. Потом, если будет желание, можно будет пообщаться и отвечать на какие-нибудь вопросы, если они возникнут. И потом послушаем какую-нибудь хорошую музыку. Все. Приятного просмотра. Возле очки, возле моста, Возле очки, возле моста, Возле очки, возле моста, Возле очки, 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо. Причем, обрати внимание, любая культура представляет собой целостность вещей, не имеющих друг к другу никакого отношения, к первым взглядом. Есть, конечно, параллели. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Я вам ничего не скажу. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ну что, превратилось. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Увести. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯНАЯ 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 МУЗЫКА